Микс Ньюс Здравствуйте, доброе утро, дорогие слушатели. Продолжается эфир Радио Болтком. И наступило время нашей традиционной встречи с председателем правления консультационного центра собственников квартир Сергеем Сидорко. Это программа «Добро пожаловаться». Добрый день, здравствуйте. Добрый день. И мы продолжаем, наверное, такую серию эфиров, которые посвящены проблеме, которые, я думаю, касаются очень большого количества латвийцев, поскольку не за горами тот срок, это, по-моему, 2020 год, когда вроде бы заканчивается техническая эксплуатация домов, хрущевок, построенных в 1960 году. Вот начинается эта серия вопросов, что же будет дальше с жильем, которое может быть признано негодным для проживания. И вот в одной из прошлых программ, как раз в прошлый раз, кто-то из слушателей задавал вам вопрос, говоря о том, что очень легко можно решить эту проблему, там достаточно, ну, никто не может заставить человека, значит, оплачивать снос жилья, там, и многоквартирного дома, утилизацию мусора, потому что можно просто у нотариуса отказаться от собственности. Таким образом, это самое простое решение проблемы. Ну, возможно, тот господин, который говорил об этом, себе так представляет, но я специально посоветовался с юристами, и могу только сказать радиослушателям следующее, что с момента возникновения прав собственности на недвижимое имущество до момента прекращения этих прав собственности, собственник несет очень серьезные обязанности, в том числе и то, о котором вы сказали. В том случае, если недвижимая собственность приходит в состояние непригодных эксплуатаций или в силу своих технических, там, допустим, дополнительно еще свойств, представляет угрозу для окружающих, то да, соответствующие компетентные органы обязаны принять решение о том, что это здание должно быть освобождено от проживающих, раз, второе, что собственник должен это здание либо привести в порядок, если такое технически возможно, либо он должен его снести и утилизировать, и очистить землю. Никакими походами к нотариусу ничего не решишь, потому что, я еще раз подчеркиваю, ключевые слова с момента возникновения прав собственности до момента прекращения прав собственности. Моментом возникновения прав собственности это приобретение вам и закрепление этой собственности ваших прав в земельной книге, а прекращение это отчуждение в пользу кого-то. Давайте подчеркнем. Да, к нотариусу можно сходить, подавить сыну, брату, зятю, тещу, не знаю кому еще. А государству? Если оно примет. То есть, вы можете заниматься процессом отчуждения на основании либо договора дарения, либо договора наследования, либо на основании договора купли-продажи. Но вот такого, чтобы прийти и сказать, что я не я и эта хата не моя, ни у кого не получится, потому что даже такого действия нигде не предусмотрено. То есть, получается, что это еще одна иллюзия, с которой, может быть, люди живут и думают, что даже в самой безысходной ситуации, ой, боже мой, это всегда есть выход, просто отказаться от права собственности. Ну, понимаете, там есть даже исследования на эту тему, и были публикации юридические на эту тему, и юристы выяснили, что согласно латвийскому законодательству права собственности, можно собственность, я подчеркиваю, движимую собственность, можно выкинуть. Допустим, не нужны вам книги. Ну, вы выкинули их на улицу, а кто-то подобрал. Но если вы их выкинули на улицу, и они замусорили территорию, то все равно вам придется платить штраф за то, что вы мусорите. Но выкинуть вы отказаться таким образом от своих прав можете. Это очень примитивно, но, в принципе, так. Недвижимая собственность, ничего не получится, никакого отказа не произойдет, и пускай люди не тешат себя надеждой об этом. Далее нет ни одного закона о том, что кто-то должен нам помогать в этом вопросе. Таких законов нет, и там, что кто-то будет отселять, и кто-то будет куда-то заселять, это вообще фантастика. В наших условиях это фантастика. Телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9. Сергей Сидорков, в нашей студии вы можете задать вопросы, также можно их задавать по WhatsApp, 2-3-0-61-91, 2-3-0-61-91, потому что, ну, если я не ошибаюсь, есть статистика, что в советское время 70% жилого фонда, ну, вот, было построено, и, ну, очень большая, как раз-таки, часть домов, ну, вот, в тех серии, которые, ну, вот, такие многоквартирные, панельные дома, у которых не предусмотрено, ну, их срок службы не измеряется, там, столетиями, то есть это, в принципе, конструкции, которые могут прийти достаточно быстро в негодность. Видите, да, вопрос заключается немножко в другом. Да, в советское время, в период, скажем, где-то начиная с 65-го года до 90-го, условно, вот этот период, если взять, то была принята государственная программа обеспечения массового обеспечения жильем, и были применены индустриальные методы простроительства, и было в качестве такого технического решения, для того, чтобы обеспечить высокие темпы строительства жилья, было принято решение о том, что это будут крупнопанельные дома. На самом деле, я еще раз повторюсь, по всем данным, которые были на момент проектирования, и которые доступны сейчас, за исключением тех самых первых хрущевок, которые были построены где-то до 70-го года, все остальные дома, им расчетные, или расчетные срок службы был предусмотрен, и материалы подбирались, и конструкционные особенности с расчетом на срок службы 125-150 лет. То есть, это далеко не временное жилье. Это первое. Второе, что очень существенно, практически сразу, когда эти дома начали строить, стало проявляться, возник вопрос, как их эксплуатировать так, чтобы обеспечить этот контрольный срок службы. И были изданы Минстроем или Госстроем Советского Союза, были изданы инструкции по эксплуатации этих зданий. И там очень подробненько описаны и все конструктивные особенности, каждая из серий, кстати говоря, там все серии, что присутствуют в Латвии, все они описаны, и очень подробные инструкции, именно технического характера инструкции, как наблюдать за зданием, за конструктивом в основном, там коммуникация почти не рассматривается, как этот конструктив контролировать, и как его обслуживать. Для кого это были инструкции? Кто должен был их исполнять? В тот момент, вообще, если мы возвращаемся в тот период, то в тот момент была разветвленная структура. Был Госстрой, были надзорные органы за строительством, очень жесткие, что бы мы ни говорили, они были достаточно жесткие, да, там всегда можно сказать, найти некачественные и так далее, но в принципе это был жесткий контроль, в том числе был жесткий контроль с точки зрения эксплуатации. То есть все здания, все собственники зданий, и кооперативы, и самоуправления, в основном это были, ну и государственных тоже фонд, жилой фонд, создавался амортизационный фонд, это был норматив, и были расписаны, вот, с одной стороны, значит, уже накапливались деньги на будущее, необходимые поддерживающие ремонты, которые производились из амортизационного фонда, и был очень строгий контроль за расходованием этих средств, и за своевременность выполнения этих работ. Этот контроль осуществлялся и со стороны государственных органов, и со стороны органов самоуправления, ну, в то время райсовета, или горсовета. То есть, этот контроль был. Там мы можем, конечно, опять вернуться к тому, что и поюрничать по поводу качества, но, в общем, эта система была, она была контролируемая, и, в общем и целом, она работала. А как периодически вот происходил этот контроль, контроль, ну, раз в год, раз в пять лет, и эти работы производили? Вот из того, что я помню совершенно четко, был норматив, что раз в пять-семь лет надо сделать швы межпанельные. Их и делали. То есть, приходила после этого из горсовета комиссия, смотрела документы, смотрела акты приемки и так далее, смотрела по факту. Мне очень поразило, я жил в кооперативном доме, мы прожили где-то лет пятнадцать, к нам пришли и заменили одну газовую плиту на другую. Когда задали вопрос, зачем-то, а еще чистый и хороший, срок вышел. То есть, ну, так вот, ну, то, что я помню лично из своего опыта. То есть, был достаточно прописан строгий регламент, он был утвержден, и его придерживали, сконтролировали. То есть, это все было. Сейчас, на самом деле, вот, когда мы с вами говорим о сроке службы здания, то, и в прошлой передаче один из радиослушателей нам сказал, что срок службы здания, нормативный срок службы здания, это не, как бы сказать, билет на тот свет. То есть, это не означает, что все, после этого наступает, вот, все, давайте рушить. Нет, на самом деле, нормативные сроки службы установлены не только для здания, но и для каждой отдельной коммуникации, допустим, водоснабжения 20 лет, срок службы, там, кровельные покрытия 10 лет. Те же самые сегодняшние нормативы это устанавливают. Это означает, что, когда ты приближаешься к нормативному сроку службы коммуникации или здания, тебе нужно делать очень глубокую или углубленную техническую экспертизу, делать заключение о техническом состоянии здания и после этого, или данного элемента, и после этого принимать решение о том, как поступать дальше. Это далеко, понимаете, давайте говорить так, по нормативам, по любым нормативам, срок службы деревянного строения 50 лет. Каунс-Семский квартал стоит уже пару сотен, да, но, естественно, что там не все здания в таком шикарном состоянии, многие требовали ремонта, потом капитального ремонта, но, в принципе, и даже этот конструктив можно сохранять в течение длительного времени, если за ним ухаживать, и если выполнять то, что все положено. Ну, вот тут возникает именно вопрос, как в условиях, когда этих собственников появляется много, то есть, когда есть, вот, ну, все централизовано и расписано, тут вся ситуация понятная, а вот если собственников много, и они должны принимать решение, вот где тут, знаете, выход? Ну, вот тут я не знаю, выход, понимаете, тут такая у нас какая-то, вот для меня лично, немножко непонятная ситуация. То есть, есть с одной стороны специальные инструкции, я не буду касаться там, то, что они там не на госязыке и так далее, но есть инструкции, и, в принципе, наша нормативная база предусматривает, что если у тебя нету норматива, как вот эксплуатировать конкретные вещи, то в этом случае ты должен руководствоваться инструкцией изготовителя. Ну, инструкции изготовителя есть. На основании есть еще и общие инженерные требования к строению, и наши строительные инженеры прекрасненько с этим справляются. Они обследуют, дают заключение, дают свои, ну, определяют дефекты, определяют пути их решения, дают рекомендации. После этого управляющие готовят информацию и решения для населения, а дальше должен решать собственник. И вот это тупик. На мой взгляд, когда должен, когда специалисты решили, что нужно делать крышу, а собственник приходит и начинает фантазировать на тему, а зачем нам крышу, давайте сделаем ремонт лестничной клетки. Это, кстати, очень частая фантазия. Притом совершенно в этот момент не думают, что этот ремонт лестничной клетки погибнет через два дня после того, как пройдет первую дождь. Это из жизни пример. Поэтому в данном случае, я полагаю, мы заложили в нормативную базу всяческие элементы, такие как обязательные действия по управлению и так далее. То же самое должно быть заложено очень жесткий технический регламент, который должен быть обязательным, и он не должен обсуждаться. Само действие и сроки его исполнения не должны обсуждаться. Это должны сказать специалисты, потому что это знать. Ведь государство вообще не позволяет сознательное уничтожение имущества. Ни один закон не разрешают взять. Твое, не твое, но сознательное уничтожение и уничтожить имущество ты не можешь. Или специально. Ну вот у нас пришел вопрос по WhatsApp. Добрый день. Можно ли пояснить ваш гость, как это может происходить? Срок эксплуатации закончился, все выйдут и все снесут. Реновация, какие возможности продления эксплуатации? Во-первых, еще раз повторюсь, что то, что сейчас записано через здание эти массово, были рассчитаны на срок службы при проектировании строительства на 120-150 лет. При этом, конечно, должны были соблюдаться условия эксплуатации. На сегодняшний день я не имею никаких подтверждений, не видел нигде из инженерных источников, там, где вот ни политики, ни юристы, скажем, а где инженера, каких-то таких аргументированных сообщений о том, что эти здания находятся в каком-то суперплачевном состоянии. То, что они не эксплуатировались как надо и то, что они, наверное, не совсем здоровы, это совершенно точно, но та степень болезни, если, ну уж таким языком говорить, и та степень повреждения, она должна быть установлена. Основной элемент, который сейчас вот практически не поддается упрощенному вот анализу или дефектации или визуальному осмотру, это не наружное состояние, не крыши, с крышами все понятно, не наружные стены, с ними тоже, не межпанельные швы, с этим все понятно. С этим можно смотреть, там можно видеть, где есть дефекты и так далее, и там более-менее вообще-то есть уже и вещания технические, как это все можно законсервировать, предотвратить дальнейшее разрушение и так далее. А вот самый, на мой взгляд, самый тяжелый вопрос, который сегодня существует в этих зданиях, это элемент силового соединения панелей. То есть, эти панели в свое время, они соединяются при помощи специальных там элементов, которые, ну, по сути дела, проволока или пруток, назовем как хотим, то есть, там были такие элементы, которые, вот, степень их коррозии, она определяет срок службы здания. По инструкции той же самой Минстроевской, то, что я считал, то степень, если, если нарушение сплошности сечения металла до 30%, 30%, то это уже критически. Но пруток там был очень толстый и вот на сегодняшний день никаких официальных, как можно посмотреть на этот узел, на этот узел можно посмотреть, только вскрыв его. И в этом, допустим, для любой управляющей компании это большая проблема, потому что вскрываются эти узлы изнутри, из квартиры, то есть, мы должны иметь юридическую возможность зайти и, в принципе, выдолбить в стене хороший кусок и какую-то юридическую возможность постребовать собственников финансы, чтобы с тем, чтобы потом все равно восстановить это все. То есть, это, в принципе, эти дефектные работы все равно должны оплачиваться собственникам, но на самом деле механизма такого, который сегодня обязывал бы собственника запустить, позволить и еще к тому же и оплатить восстановление, вот такого механизма нет. И там тоже, когда посмотришь в инструкции по эксплуатации, там нельзя пользоваться случайным выбором, ну, допустим, какая-то одна квартира заброшена, вот мы туда зайдем и там вскроем и все будет хорошо. Там тоже есть методика, по которой нужно идти, не каждый узел, начинать не с каждого узла. Это первое. Поэтому и стояло вопрос, и в прошлом году мы обсуждали с коллегами, со специалистами из технического университета, потому что необходимы такие, такие методы контроля, разрушающие методы контроля, они ни к чему хорошему не приведут. То есть мы ничего толком не добьемся. Но вот здесь можно ли обязательно, насколько вот это ну вот действие рождает противодействие, многие, ну вот сравнивая абстрактно совершенно с проблемой абортов, то есть известно, что запрет абортов вызывает как раз уход в криминальную сферу, то есть начинается криминальный аборт. то есть вот если просто запретить собственникам, ну не знаю, отказываться вот этой процедуры осмотра квартиры, то тогда будут, ну действительно, наоборот, заколачивать двери там всячески, ну не давать возможность входить. То есть вот как выйти из этой, чтобы это было на добровольной основе, и люди понимали сами, что-то в их же интересах. Я не думаю, что это будет добровольная основа. Она никогда не будет добровольной, потому что мы с вами обсуждаем вопрос, ну давайте с вами сравним вопрос эксплуатации зданий с эксплуатацией автомобиля. Есть жесткие технические требования, в машине должен быть ровер, и рулевое управление в исправном состоянии, должны быть тормоза, должен быть определенный выхлоп, и там еще сейчас очень большие требования по поводу как механической прочности самого кузова, так и по средствам электронной безопасности, это называем активной безопасности. Если не соответствует, это прописано нормативом, что эксплуатация автомобиля, не соответствующая этим требованиям, запрещена. Где здесь добровольность? Кто бы мне сказал, где здесь добровольность? Никого не возмущает. Значит, то, что неправильная эксплуатация и поощрение собственника на содержание здания в неисправном состоянии, а по факту вот эта демократия это поощряет. То есть, ну, при всем уважении к собственникам, понимании того, что они ограничены в средствах, понимании того, что они не специалисты, но уважаемые, специалисты пришли и сказали, вот эта точка критическая, ее нужно учесть. но это все равно, что автомобиль, который принадлежит, ну, не знаю, пяти собственникам, которые, ну, или там, условно говоря, семьи, вот каждый едет, ездит на автомобиле в определенный день недели. Давайте говорить так, вот автомобиль принадлежит пяти собственникам, но если у него протектор колеса не соответствует стандарту, то просто этот автомобиль загонят на штрафстоянку, и пока ты не поменяешь колеса, все эти пять собственников, ничего не будет, так и в данной ситуации. На самом деле, если вы говорите, какой механизм, во-первых, должен быть механизм, и должна быть, с одной стороны, механизм, с другой стороны, должна быть позиция государства о том, что это необходимо, потому что, на самом деле, у нас очень часто, когда ты читаешь законы, читаешь процедуры, приписанные для управления живым фондом, и особенно процедуры принятия решения собственниками, такое впечатление, что вот собственник окружен врагами, которые только, ворами, которые только стремятся его разорвать, раздеть, уничтожить. И, собственно, это совершенно четко прослеживается во всех документах. И второе, то, что, не понимая, как обещать эту ситуацию, нормативные акты сегодня играют в игру, но которую я бы назвал очень нехорошими словами, сам дурак. То есть, моя обязанность, как управляющего, что? Осознать техническое состояние здания, то есть, я это могу сделать только с привлечением специалистов, сертифицированных, они приходят, сообщают мне вот это, как доктора, вот это вот составляет полную карту болезни здания. Дальше я обращаюсь к таким же специалистам, мне говорят, что эти болезни можно вылечить таким-таким образом, и это будет стоить столько-то. Все это я суммирую и приношу собственника, а собственник говорит, нет. Значит, все специалисты, белые и пушистые, все управляющие, белые и пушистые, кто у нас стоит в конце пищевой цепочки? Собственник, который в силу определенных и естественных обстоятельств или не понял, или недооценил, или просто не захотел привлечь, ну, обратить на это внимание. Он будет в итоге виноват. И когда вот ваши радиослушатели по WhatsApp у вас спрашивают, а что будет дальше, а дальше будет так, если будут нарушены все возможные сроки, если действительно дойдет до того, что ваше здание будет признано непригодным для проживания, то в этом случае вам придется за свой счет, вас не выселят, вам просто предпишут освободить и снести. А если вы этого не сделаете, ну, очень грубая аналогия с Дегловским мостом, поставят постового, вас просто не пустят в имущество ваше, это первое, второе, издадут указ, пока приказ, по которому, или постановление, по которому в ваш дом приедут и принудительно снесут, а счет выставят вам и будут вас преследовать юридически, чтобы вы погасили эти затраты до тех пор, пока вы не заплатите. Другого варианта нет. Сегодня в стране нет другого варианта, поэтому, конечно, очень бы хотелось, чтобы собственники все-таки гораздо более внимательно и ответственно относились к предложениям управляющих компаний, специалистов по ремонту этих зданий. Потому что есть две модели, точно так же, как с автомобилем. Есть с автомобилем, есть с зоной, да? Сорвал, просто я поздно, а, есть, человек перезвонил. Да, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, я хотел спросить тоже, рассказать по поводу именно всех этих домов. Мы работали в Лепе и провозили реновацию жилого дома, именно водоснабжение. Мы столкнулись с очень серьезной проблемой, что люди не пускали нас в квартиры менять стояки. У меня ремонт, отговорка, а то, что по закону они не имеют права закрывать стояки, этого никто не понимает. И мы полгода ждали от Лепейской думы разрешение для того, чтобы могли заходить бумагу в лицо и ломали стояки, иначе не добраться. И люди этого не понимают, что им ставят новые трубы, у них будет проблем, не будет протекать ничего, они этого не понимают. И это серьезная проблема, в Риге это будет гораздо сложнее всего. Ну да, я могу поделиться сразу своим собственным опытом, потому что в нашем доме абсолютно та же ситуация, ремонт стояков, собирается собрание собственников квартир, и приходит управляющий и говорит, что у нас, к сожалению, мы не можем попасть в квартиру вот такую-то, там нас не пускают под предлогом того, что мы сделали ремонт, мы не хотим, чтобы вы ломали стену, вот мы только-только сделали ремонт, мы вот против. И абсолютно людей не волнует то, что из-за этого возникает проблема не только у них, но и у всех остальных, там всех шести этажей. Не допускает, это очень большая проблема, это одна из проблем, с которой мы говорим. Если мы начинаем с такого глобального, как ломать стену, то если вы заходите в квартиру, то, как правило, стояк зашит. Причем очень часто это зашит очень дорогостоящими материалами или вмонтированная мебель так, что ты ее сам не уберешь. Это проблема. У нас есть еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А вот, господин Сидорко, а вот с машиной вот вы сравниваете, а может быть, нам надо не о машинах говорить, а сравнивать с частными домами. Вот объясните, вы же прекрасно знаете, что почти у всех есть дачи, огороды, ну, дачи, хорошие домики, все. Ведь люди, которые это построили, они же четко знают, что не будут следить за этим имуществом, оно развалится, и сноситель не будут за свой счет и вывозить. Понимаете? То есть только частные собственные, тот, кто имеет дом, это понимают. И они понимают, те, кто живут в этих домах, квартирах, манквартирных, они просто не хотят какую-то лишнюю нагружку брать на мозги. Вот и все. Я считаю, что уже разрывали, 50 раз рассказали, и если будут все равно так упираться, ну, пусть они будут отвечать за то, что они будут отвечать. Спасибо за себя. Спасибо. Вопрос справедлив, но я бы все-таки сказал так, что на самом деле есть немножко разный аспект. Одно дело, я частный собственник на своей частной земле, я ставлю сам под себя лично и свою лично семью под определенные риски, не создавая угрозы остальным. Это один аспект. насколько он оправдан, насколько он юридически коррективен, это другой вопрос. И есть второй аспект. Когда я своими действиями ставлю под угрозу жизни моих соседей. Их жизнь, здоровье и так далее. Это двое разные вещи. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Добрый день. Константин. Складывается впечатление, что в Латвии существует какой-то вирус административного управления. Что как только кто-то попадает к руководящим таким подвигам, начинает строить какой-то самострой, думая, что Латвия находится в космосе или где-нибудь в вакууме. И что эту проблему, которую он взялся решать, она первая и единственная на этой планете. Существует уже масса схем решенных задач по реновации старого жилья. Германия, Норвегия, Дания, даже Венгрия, которая не относится к благополучным странам, решила эту проблему очень и очень просто. Самоуправление, то бишь муниципалитет, выделяет средства свои, безвозмездные, на реновацию коммуникации в многоквартирных домах. 15 тысяч евро выделяет Норвегия. 8 тысяч выделяет Венгрия. И собственник, ничего не вкладывая, выполняет только одну единственную обязанность. Он предоставляет ремонтирующей компании доступ в своих помещениях к нужным коммуникациям. Точка. Все давно везде решено, кроме Латвии. В чем проблема? Спасибо. Ну, проблема немножко в том, как вы излагаете. На самом деле, я знакомился с тем, как производилась массовая реновация постсоветского жилого фонда в Восточной Германии. Там было немножко не так, как вы излагаете. Один постулат верный. Государство и самоуправление выделили деньги на реновацию сразу. И тот жилой фонд, который остался, достался им от Восточной Германии и который попал в план реновации, был реновирован за госденьги. Но сначала он был реновирован, а потом он был отдан на приватизацию. И государство все свои денежки в полном объеме получило. Да, система грантов существует, в том числе она существует и в Латвии. Сейчас по реновации, по тем же самым накатанным рельсам, до 5, не 8 тысяч, до 50 процентов там до реновационных работ вы можете получить дотацию или из европейских фондов, или из европейской думы. Скажите, пожалуйста, как активно мы пользуемся этим инструментом, выдуманным на Западе. Поэтому, когда мы говорим о западном опыте, надо смотреть другое. Значит, там же в той же самой Германии, там же было так. Первое, государство оставляло за собой львиную долю этого жилого фонда и сдавало его в аренду, но по коммерческим ценам, не по, ну, если социальное жилье, социальное, но, в принципе, это все шло там, где это было возможно, по коммерческим ценам. Во-вторых, отдавалось на эксплуатацию кооперативов с условием, что кооперативы будут выплачивать эти инвестиции. Так что, не все так просто. Сейчас, ну, перезвоните. А, вот уже человек перезванивает. Добрый день. Смотрите, я строитель, я сам занимаюсь этой реконструкцией, и я вернулся из Покалии. Там вообще жилые фонды, которым по 420 и выше лет. И вот, как предыдущий звонивший, я просто присоединился к нему, и в Швеции я тоже работал. Нигде нету такой агрессии, как только что господин Сидорко вот нам излагал. Там остается только добавить к его словам, что остальных вы видите в салон спил и распределите зары. Это безобразие. Я, прошу прощения, не хочу устроить дискуссию. В чем вы видите агрессию? В том, как вы излагаете свою позицию с точки зрения власти. То есть, смотрите, ремонтировать подъезд или ремонтировать крышу. На крыше конкретно ваша организация денег заработает. На подъезде не заработает. И вы лоббист этой идеи. Вы будете ее продвигать и делать бизнес. И вы пойдете на любое преступление ради принципа заработать на этих работах и плевать вам на все остальное. Вы не благодетель, который пришли решить наши проблемы, а вы человек зарабатывающий. И все ваши позиции с точки зрения заработка. Не вам этим заниматься, а социальными службами заниматься и разрабатывать законодательную базу. Вы немножко не своим заняли дело. Понял. Спасибо за совет. Но, во-первых, я не занимаюсь строительным бизнесом, я не занимаюсь ремонтом, я занимаюсь эксплуатацией зданий. И если уважаемый радиослушатель утверждает, что если крыша течет, то это не страшно. А лестничная клетка, на которую течет из этой крыши, должна быть отремонтирована косметический ремонт и видеть здесь какие-то варианты заработков, это его дело. Он же строитель, он же понимает, где можно заработать, где нет. Я на сегодняшний день ни одного раза не понимал и не знаю, где можно заработать на строительных работах. Есть конкретные перечни, и тогда вопрос заключается в моей агрессии, в том, что на сегодняшний день по сути дела мы сами своими руками и при помощи нормативной базы и при помощи такого отношения мы загоняем свой живой фонд на помойку. Вот и все. Потому что на самом деле когда я говорил и все агрессивно говорил, что если строительный инженер говорит, что нужно ремонтировать здесь, а после этого приходит специалист типа звонившего и говорит, нет, мы не будем крышу ремонтировать, а пускай она течет. Мы будем ремонтировать лестничную клетку, потому что кто-то условно чего-то не заработает. Но я не знаю ни одной организации, которая работает себе в убыток. Уж простите меня. Если уж говорить о заработке, то все, кто работают, они что-то зарабатывают либо разоряются, их нет на рынке. Поэтому вопрос не в этом, вопрос в том, что тот же вопрос, что вы подняли, не пускает. Да, не пускает. Почему? Потому что он у себя в квартире от пола до потолка заменил трубы и зашил их дорогущей плиткой. Это жуткая агрессия. На самом деле человек не учитывает, что коммуникация состоит не только от пола до потолка, а она находится еще в перекрытии. И, как правило, там очень много неприятных вещей, связанных и с коррозией, и с повреждениями металла. Они находятся именно в перекрытиях. И для того, чтобы заменить стояк, стояк, как вот звонил радиослушатель, нужно иметь стопроцентный доступ по всей длине стояка. И менять его нужно по всей длине. Но в данном случае это вызывает позицию агрессии. Ну, ради бога, я готов быть и агрессивным, если мне, ведь по факту меня собственники, часть, по крайней мере, собственников наняла на работу для того, чтобы я содержал их жилье в достойном состоянии. В совершенно нормальном состоянии. То есть, сохранял их жилье. И в этом плане, конечно, ты будешь действовать, если ты профессионал, то ты будешь действовать, ну, я бы сказал, агрессивно, достаточно настойчиво и жестко, выполняя свою задачу. Когда мне приводят скандинавские примеры, ну, я тоже в восторге от скандинавского примера. Ну, только скажите, пожалуйста, где в Скандинавии, в Финляндии, в Швеции, в той же самой, в Норвегии, если это многоквартирный дом, если норматив требует замены трубы, вы придете и услышите от собственника этого жилья, о ней я вас не пущу. Там в голове такого нет. Но вот можно ли провести параллель, опять-таки, с больным человеком, ну, вот, которому говорят, что необходимо провести лечение, а он отказывается, и тем самым, ну, практически, ну, вот, сам себя убивает? Я бы так не проводил, еще раз и повторюсь, потому что здесь есть для меня очень тяжелый вопрос, но это свобода выбора. То есть, в конце концов, мне выбирать, либо я буду дорого и тяжело лечиться, и результат у меня будет, ну, грубо говоря, не предсказуем. В данном случае здесь стоит вопрос по-другому. Может ли отдельный индивидуум, живущий в 60-ти, допустим, в квартирном доме, своим образом мышления или своим выбором ставить под угрозу сохранение собственности и жизни, и здоровья оставшихся 59-ти? Здесь вопрос стоит немножко по-другому. Пускай даже этих индивидуумов будет 29, которые против, а 31 за. И вообще, вот я немножко не понимаю, а что будет, как-как вот здесь можно тот же самый вопрос технического содержания знания решать демократическим путем? Вот я не очень понимаю. Я с этим сталкиваюсь постоянно, приходится там убеждать, уговаривать, отступать, но видно же, что на пользу это все не идет. Это все идет только на усугубление ситуации. Поэтому должны быть нормативы. Я ознакомился так же, как работает система управления домами в Финляндии. Но никто с собственниками планы ремонта не обсуждает. Есть управляющая компания, она информирует собственника о том, что в этом году должны быть проведены такие-то ремонты. На это требуется столько-то денег и выставляет счет. У нас, к сожалению, вот время программы заканчивается. Есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, какой срок эксплуатации у чешского проекта домов в WhatsApp пришел? Ну, они, эти все серии, они примерно строились в одно время и примерно их тогда, то есть, запас прочности и срок службы по проектным данным определялся как 125-150 лет в тот момент. Спасибо. Ну, и, к сожалению, вот мы не успеваем принять, у нас разрываются телефоны, но, очевидно, тема такая, что нужно будет продолжать еще этот разговор на следующей программе во вторник. Председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко был сегодня в программе «Добро пожаловаться». Спасибо большое и до следующего вторника. Всего доброго.